Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ. Новости в студии Александр Мешков. Вначале коротко о главных событиях среды. Помощь от государства. В Нижнем Тагиле 21 молодая семья получила социальные выплаты. Разыскиваются должники. Сотрудники правоохранительных органов намерены найти тех, кто имеет задолженности по оплате административных штрафов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Теперь такое звание у главного дирижера Нижнедагильской филармонии Владимира Капкана. Помощь от государства. В Нижнем Тагиле 21 молодая семья получила социальные выплаты. Это ежегодная мера поддержки для улучшения жилищных условий. Торжественное вручение сертификатов состоялось накануне в мэрии. С их счастливыми обладателями пообщалась наш корреспондент Анна Дик. Он работает на Уралвагонзаводе, она в детском саду. Александр и Софья Щедиловы воспитывают трех детей. Квартира в ипотеке. Получение заветного сертификата на улучшение жилищных условий делится. Ждали не один год. Моцы положительные только. Ждали семь лет. Ждали семь лет, да. Очень благодарны за эту помощь материальную. Очень хорошая помощь. Поддерживали. Это стоило того даже семь лет. Помощь от государства получают по двум программам. По федеральной обладателями сертификатов стали 11 семей. Восемь из них многодетные. По региональной – 10. Участником федеральной программы может быть молодая семья возрастом до 35 лет, имеющая детей и которая может подтвердить платежеспособность. Выплата составляет 40% от расчетной стоимости жилья. Региональная программа. Здесь выплата составляет 20% от расчетной стоимости жилья. Участником региональной программы могут быть семьи, которые в федеральной программе не получили выплату, которому исполнилось 35 лет. И у них есть возможность перейти в региональную программу. Здесь выплата 20%, но нет возрастных ограничений. Общая сумма выплат по госпрограмме составила 16,5 миллионов рублей. В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получила 21 семья. Всего в очереди стоит порядка 500. К очереди прирастает. Я хочу сказать, что, во-первых, люди видят эффективность этой программы, не понимают, что это реальная возможность. И количество участников все больше и больше. И я думаю, что вот эти 500 человек, конечно, они, наверное, будут, возможно, чуть дольше ждать своей очереди. Но мы рассчитываем на изменение финансирования этой программы. Все-таки хотелось бы, чтобы программа финансировалась в большем объеме. Тогда очередь, по крайней мере, не будет прирастать по численности, будет больше семей получать данный сертификат. Программа действует в Нижнем Тагиле с 2007 года. С ее помощью приобрести жилье смогли уже 596 семей. Индекс промышленного производства Сырловской области по итогам 2020 года составил 102,3%. Это один из главных показателей развития региона. Он лучше общероссийского, который закрепился на уровне 97,4%. Такие цифры губернатор области Евгений Куйвышев привел сегодня, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами регионального законодательного собрания. Достигнутые показатели, по мнению губернатора, говорят, что со стороны правительства были приняты эффективные меры поддержки, которые обеспечили этот рост. Приводя данные о развитии социальной инфраструктуры в 2020 году, Евгений Куйвышев отметил, что было построено 10 школ, 11 детских садов, 14 спортобъектов, отремонтирован 221 километр дорог регионального значения. 215 миллиардов рублей или 68% расходной части бюджета в 2020 году было направлено в социальную сферу региона. Здоровье, достаток в семьях, будущее детей, уровень зарплат и цен, вопросы, которые тревожат каждого жителя области, сохранят приоритет в работе правительства на ближайшие годы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации теперь такое звание у главного дирижера Нижнетагильской филармонии Владимира Капкана. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. О тонкостях работы дирижера виновник торжества рассказал нашей съемочной группе. Оркестр Демидов-Камерата репетирует первую часть симфонии Брамса номер 4. Она будет звучать в Нижнем Тагиле на концерте виолончелиста мирового уровня Бориса Андрианова. Мы сегодня начали уже разбирать, разучивать произведения, которые будут исполняться в этой программе. Потому что есть и определенный этап работы, если непосредственно самого оркестра, но это падает уже ответственность, естественно, на дирижера филармонии. Владимир Капкан не только дирижер оркестра Демидов-Камерата. Он один из основателей филармонии в нашем городе. Долгое время руководил оркестром Тагильской гармоники. И с уверенностью, можно сказать, всю свою жизнь он посвятил музыке. Более четверти века я проработал в качестве преподавателя и не ожидал, что следующая часть моей жизни будет связана с концертной деятельностью. С 2005 до 2016 года Владимир Иванович возглавлял управление культуры администрации города Нижний Тагил, где его и сейчас помнят, любят и уважают. А теперь весь музыкальный мир Нижнего Тагила гордится государственным званием, которого удостоен главный дирижер. По указу президента Владимир Капкан заслуженный работник культуры Российской Федерации. Каждый музыкант – это личность. Каждый музыкант имеет свой багаж, жизненный опыт, профессиональный опыт, который достоин уважения и внимания. И сложно дирижеру, ему важно быть убедительным, надо скоординировать действия порядка 40 музыкантов, а то и более, и убедить их в определенной интерпретации, трактовке того или иного произведения. В указе сказано, что Владимир Капкан отмечен за большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, сохранение и пропаганду традиционных музыкальных ценностей, создание и успешную организацию деятельности профессиональных творческих коллективов и муниципальной филармонии. Независимо от того, от участия моего или иного, они востребованы, они нужны горожанам. И судя по тому, как откликаются жители нашего города, они приходят постоянно на наши концерты, зал заполнен, я считаю, что жизнь, она не напрасна. Главный дирижер филармонии, дирижер оркестра Демидов-Камерата и сейчас успешно направляет филармонические коллективы и поднимает Нижний Тагил на более высокий симфонический уровень музыкальной культуры. В сентябре Владимир Капкан отпразднует 65-летний юбилей. Разыскиваются должники. Найти тех, кто имеет задолженности по оплате административных штрафов, намерены сотрудники правоохранительных органов. С 14 по 18 июня в Нижнем Тагиле проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Рейд организован у крупного торгово-развлекательного центра. Это совместное большое оперативно-профилактическое мероприятие, где задействованы, так скажем, все субъекты. Сотрудники ГИБДД, участковые полномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, ну и сотрудники службы судебных приставов. Проверяются на задолженности по любым видам административных задолженностей. С начала года Госавтоинспекция составила 25 тысяч административных протоколов на сумму 19 миллионов рублей. Оплачено штрафов на 14 миллионов. В ходе совместного рейда со службой судебных приставов у торгового центра «Депо» проверено 110 водителей и пассажиров транспортных средств. Имели задолженность 28. 8 оплатили ее на месте, 20 отказавшихся будут наказаны за несвоевременное погашение задолженности. Такое правонарушение влечет ответственность вплоть до административного ареста сроком на 15 суток или 50 часов исправительных работ. Узнать о долгах, помимо прочего, можно через официальный интернет-портал государственных услуг. В водоеме поселка Зональный утонула женщина. Перед гибелью, по свидетельству очевидцев, она отдыхала на берегу. Тело из воды достали спасатели муниципального центра защиты населения и территории. В тяжелую часть полиции об утонувшей женщине сообщила бригада скорой помощи. Сразу выяснить имя и фамилию погибшей не удалось, поскольку при себе у нее не было документов. Полицейские установили личность путем дактилоскопирования. Это 48-летняя жительница вагонке. Традиционный фестиваль открытия сплава на Чусовой состоялся на Демидовской пристани в деревне Устюртка. Организаторами стали природный парк река Чусовая, Центр развития туризма Дижнего Тагила, Клуб туристов Азимут, туристические компании. По общему решению для официального открытия была выбрана более поздняя дата, и оно прошло в День России 12 июня. Майские сплавы – это, конечно же, очень интересное мероприятие, которое проходит по большой воде. Но, тем не менее, конечно же, основной туристический поток включается в сплавы по реке Чусовой ближе к концу мая. И июнь – это уже такой пиковый месяц, когда наибольшее количество туристов посещает природный парк река Чусовая и участвует в сплавах. В фестивале приняли участие более 500 человек. Они смогли увидеть велосипедное и водное шоу. Работали творческая и детская площадки. Уральские мастера представили свои изделия на выставке-ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. А также провели мастер-классы. Все желающие смогли получить информационные материалы о туристическом потенциале Нижнего Тагила. О достопримечательностях, которые встречаются на маршруте сплава, теперь можно узнать благодаря новому сервису, даже не имея доступа к интернету. О проекте также рассказали на празднике. Возвестил об открытии сезона колокольный звон. Пять гран-при и это только на одном конкурсе, а таких даже в пандемийный год немало. Эстрадная студия Академия волшебников признанный лидер детской эстрады. Свой отчетный концерт звездочки этого коллектива назвали «Народный артист». Подробнее в нашем следующем репортаже. Песня «Народный артист» В этом году, как говорят организаторы, отчетный концерт-конкурс помолодел. Стало больше юных, смелых, талантливых исполнителей. Этот сезон в Академии волшебников уже 32-й. За всю историю он вышел самым коротким. Из-за коронавирусных ограничений юные исполнители вернулись к репетициям в городском дворце лишь в феврале. Но все равно успели завоевать множество наград на фестивалях. Самые значимые победы одержали на «Золотом петушке» и международном конкурсе «Битва жанров». Жюри сразу поднимают оценки и сразу же узнаем свои места. Вот если жюри подняли три десятки, то у тебя уже гран-при. Вы представляете, на сцене оглашают три десятки гран-при. И мы таких гран-при на этом конкурсе получили пять. Всего в отчетном концерте приняли участие около ста детей. Они показали зрителям и жюри 30 номеров, сольных и ансамбля. В их числе выступления выпускников Академии волшебников. Это правда большая семья, в которую мы все рады приходить всегда. И она останется в моем сердце навсегда. Для меня тоже это будет как второй дом. Сейчас юные исполнители продолжают петь в летнем лагере городского дворца детского и юношеского творчества. В полную силу голоса Академии волшебников зазвучат осенью в новом учебном году. Скороговорка на шею. На этом у меня все. Далее факты в лицах. О росте заболеваемости COVID-19 и принимаемых мерах с главным врачом городской больницы номер один Александром Павловским поговорит мой коллега Олег Шварков. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил ТВ.